Триан, дружище, Джейми, как обычно, у Клау Мыши. Буквально там неделю назад вышел новый четвертый сезон. В Call of Duty Modern Warfare 2 добавили новые пушки. Это одна штурмовая винтовка и одна ПП-шка, пистолет-пулемет. Я вот уже создал закрытое лобби с ботами, чтобы посмотреть на что эти пушки, скажем так, способны. Начну я со штурмовой винтовки. Оригинальные названия из реальной жизни этих винтовок я не знаю, поэтому называть их не буду. Реально я не особо хорошо, кроме Калаша и Ксюхи, наверное, и П-90 я ничего не знаю. Вот первая винтовка у нас называется Tempus Caban. И это штурмовая винтовка. В боевом пропуске вместе с ней парочка скинов дается. В принципе, я уже глянул, на что она способна, эта винтовка, и она достаточно неплохая. Но единственное, я на нее хочу посмотреть в режиме хардкора, поэтому приходите. Сегодня будет стрим по Call of Duty, где я буду бегать в хардкоре. Ну и, скорее всего, посмотрю на эти пушки. У нас сейчас Warzone... Я не знаю, коснулось ли это DMZ, но Warzone точно увеличили... ...7 здоровья до 150. Ну и, соответственно, все пушки мету поменяли. Потому что у противников здоровья тупо стало больше. Неплохая штурмовка. В принципе... Сейчас... ...способна, в общем, что-то показывать. Ну, в обычном мультиплеере, в принципе, все как было, так и осталось. Про хпшку у противников имею ввиду. В DMZ. Видимо, это связано... ...с этим, с очень низким ТТК. И все-таки консольщики, в конце концов, наныли, что... ...а давайте мы это, ТТК, увеличим. Вместо того, чтобы перебалансить все пушки, было, наверное, принято такое решение... ...тупо взять и их хп у противников увеличить. Да. Мне это не очень нравится. Я как бы против этого. ...что есть, как есть, так и есть. Знаете, в прошлом сезоне достаточно неплохой пистолет был добавлен. Магнум. Полуавтоматический. В качестве второго оружия. Ультимативной палки-добивалки. Можно его использовать. Единственное, а кимбо-версия мне очень понравилась. Потому что, ну, целится достаточно неприкольно. Из двух... ...магнумов этих. Для меня лично единственная игра... ...как была, так, в принципе, и осталась. Это игра про Макса Пэйна. Про двойные пушки, я имею в виду. Там это реально очень круто было. Сегодня разговор немножко не об этом. Мы ведем... ...ведем разговор про Калав... ...Дути. И смотрим на новые пушки. Я думаю, может быть, прямо в рамках одного матча. Да нет, уже он закончится вот-вот. Но хотел посмотреть сразу и ПП-шку. Но нет. Я, пожалуй, новый матч начну. Для того, чтобы посмотреть на нее. Тем более, он уже закончился. Смысла в этом особого нет. Ну, в принципе, вот этот вот... ...БПКЗа... ...этот... ...как он там... ...кабан, он был достаточно неплох. Такая неплохая штурмовочка. Пое-таки напоминаю, что сегодня будет стрим. Буквально там через несколько минут... ...через несколько часов после выхода этого видео. На котором я буду как раз-таки в хардкорном режиме играть в Call of Duty. И вполне возможно попробую все новые пушки в этом режиме. Скажем так, резвым подниженной сложности. Там, где у всех противников всего лишь на всего 30 кп. Не убиваются даже из пистолета с одного выстрела. А вот из этого нового Магдума даже в тушку выбиваются. Ну, из Магдума даже в тушку убиваются. Так, я беру... ...ППшечку. С ППшкой... ...более агрессивный геймплей, по идее, должен быть. Кстати, добился того, что... ...это же в катке... ...есть... ...почти 180 кадров. Хотя нет, она достаточно скорострельная. Расстрельная... ...и прикольная. Мне нравится. Пока что в первые впечатления приятные. Она за собой оставляет. И все-таки, да, лучше из ППшки. Стрелять... ...ну, более агрессивный геймплей, если не вести. И... ...скажем так, вплотную к противнику подходить. Меняю магазин! Противник! Куда? Стрелом! Да, это просто обычный пистолетик. Не особо он здесь себя показывает в этом... ...ну, в обычном режиме, когда у ботов по 100. ХП. Я с собой. Черт-патроны мало дают. Может, я что-то... ...не настроил правильно. Смотри, куда бьешь! Надо подлечиться! У боты... ...боты этими... ...доп штуками пользуются. Сидеть, тварь! Кинул сейчас. Ой! Смотри, боты снайперят! Боты... ...даже боты снайперят. Не научили ботов снайперить. Они, наверное, так и должны себя вести. С учетом того, что берут... ...снайперские винтовки. Голову попал. Ну, мне нравится. Не хочу сказать... ...не могу сказать, что это там, типа, супер альтимативное какое-то оружие. Но оно и стреляет приятно. Урона достаточно много. ОП-шка скорострельная. Все, все хорошо. И плюс... ...все эти... ...все новое оружие открывается при помощи боевого пропуска. Если в прошлом... ...в сезоне сделали так, что она... ...ааа... ...мне там нож был. Я почти подумал, что у меня... ...они бегут. Продолжайте атаку. Кидаю световую! Перезарюшка! Я пошла. Я подумал, что у меня электрошокер здесь. Видимо, это в прошлой сборке. Я здесь ничего не менял, кроме оружия основного. Все остальное по умолчанию, как... ...как есть. В общем... Ну, неплохая, неплохая. Мне кажется, она прям... ...очень хорошо себя будет показывать. В режиме хардкора... ...с пониженным здоровьем. Просто может там... ...какие-то бешеные вещи делать. Как-то там в колдворе... ...как в колдворе, когда там... ...с СМП-пятками бегали. Еще с какими-то... ...пистолетами-пулеметами. С агрессивным геймплеем. Где надо было... ...на сближение, в общем, идти. И... ...соответственно... ...в ближнем бою... ...прямо они какой-то там... ...нереальный урон показывали. Но, в принципе, это нивелируется все. Если... ...допустим... Ну, я так... ...это мои мысли. Я не эксперт по оружию. Просто какие-то свои мысли высказываю. Поэтому можете меня даже не слушать. Просто болтаюсь... ...какой глупости, как обычно, в принципе. Я думаю, что если там... ...на штурмовых винтовках... ...это... ...более... ...ну... ...более высокий урон. И при этом... ...не такая высокая скорострельность. За счет того, что там... ...патрон немножко другой. То в пистолетах-пулеметах... ...там, скорее всего... ...и... ...ну, урон немножко пониженный. И при этом... ...скорострельность... ...за счет скорострельности... ...то все нивелируется. Но, опять-таки, это все мои мысли. Всего лишь на всего. Не стоит их слушать. Я что-то там болтаю, короче... ...на фоне этого видеоролика. На фоне геймплея... ...с ботами. Поэтому просто посмотрите... ...на эти пушки. Сделайте свои какие-то выводы. Поделитесь обязательно этими выводами... ...в комментариях. Я их все прочитаю... ...и ознакомлюсь с ними. А также не забудьте подписаться на канал... ...поставить данному видео лайк. И обязательно приходите на стримы... ...по Call of Duty... ...Modern Warfare 2... ...которые практически каждый вечер... ...будние дни проходят. Где-то примерно с 8 до 10. И всем большое спасибо. Пока. И до новых встреч. Здесь с вами был Джейми. Увидимся на стримах, ребята. Всем пока. Пока. Пока.